Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей Ильи Жейной, и мы продолжаем проходить Амнезии Бункер. Как вы помните, в прошлой серии мы хорошенько, так сказать, пошумели в арсенале. Там было темно, там было страшно, и как показывает практика, из склада взрывчатки только один выход. Я почти все, так сказать, там залутал, ну как все, там очень много чего осталось, что мне было не унести. И вот я думаю, что мне теперь нужно идти в туннели, для того, чтобы рычаг для взрывчатки искать, но в туннеле заблокирована цепочкой. Нужен где-то болторез какой-нибудь или щипцы, что-то такое. А где их? Может быть в мейнтенсе, может быть в тюрьме. Либо вот я хочу полутать в бараки все-таки, я не до конца их длитал, господи. Не надо, я и так нервный. Что ты делаешь? Два патрона у меня есть, топливо заряжено, еще тут две канистрочки. В общем, включим свет и пойдем. Ух, с богом, как говорится. Снимаю это на следующий день после того, как я снимал первую запись, поэтому особо не знаю, насколько вам это понравилось. Ну, вроде не очень, так сказать, в восторге. Возможно, я буду укладывать это каждый день, а может быть нет. Я так хочу уже самый глубь пройти до конца. Мне даже кажется, это осталось недалеко. Я, наверное, даже думаю, что я смогу справиться, но кто знает. Кто знает, если вам это не интересно, то, может быть, и мне не стоит. Так, тут ничего больше не осталось. Конечно же, вот эти штуки, в которых ничего нет. Ладно. Крысы едят, и у них есть жетончик. Вот что ты на меня смотришь? Явно к ним подойти не получится. Ткань. Ткань, топливо, бочку к ним подкатить и взорвать. Вот это был бы кадр. Крысы бы офигели от такого. Давай, встань как человек. Подушка. Есть под подушкой что-нибудь? Ничего. Бинтик с гранаткой. Под подушкой ничего. Так, а тут что у нас? Сигнальная вышка. Вспышка. Наверное, сигнальной вспышкой можно. Вот это что, какашки крысиные? Фу, какая мерзость. Насколько безопасно подтолкать к ним? Ну-ка, записка. Так, 30 апреля. Я наконец получил кое-какие ответы от команды инженеров. Командование считает, что рядом с нашей позицией находятся древние римские туннели. Их собираются открыть сегодня вечером. С их помощью командование надеется провести внезапную атаку. Будто бы внезапная атака сейчас вообще возможна. Идет война. Все стороны ожидают нападения в любую секунду. Однако было бы любопытно взглянуть на эти туннели. Небольшая порция античности разрядила бы обстановку. Мне бы это, несомненно, помогло отвлечься от тягот войны. Угу. Сегодня офицеры преподнесли мне довольно неожиданный странный подарок. Древние записи, найденные в римских туннелях. Похоже, они каким-то образом прознали о моих интересах. О, тут у него много чего есть. Угу. Я, конечно же, забрал их. Но правда в том, что эти записи слишком хрупкие цены. Их не удастся сохранить в этом ужасном месте. Им нужны более заботливые руки и более пытливые умы. Но несмотря на это, любопытство берет верх. 11 мая, да? Аккерман скончался от раны этим утром. Я знал его всего ничего, но считал одним из своих лучших друзей. Надеюсь, небеса примут его душу. Чтобы немного отвлечься, я пролистал записи и испытал небольшой шок. Они не имеют отношения к кремлинам. Они составлены на латыни, или, по крайней мере, напичканы латинизмами. Но их текст не имеет отношения к кремской культуре в моем представлении, ни к одной из ее эпох. Похоже, что записи имеют религиозный или околорелигиозный характер. В них повторяется следующая фраза. Пересечь границу тьмы. А также что-то говорится о зрении. Я не спал. Мне нужно все записать. Записи однозначно имеют религиозный характер. Не знаю, кем были эти древние люди. Но они верили, что нашли способ достичь бессмертия. И чтобы достичь этой цели, им нужно было найти дорогу в какой-то иной мир, где господствует тьма и правит... Я не знаю, что. Они используют слова, которые не поддаются переводу. Правит какая-то сущность. Они заявляют, что этот иной темный мир населен духами и чудовищами. А воздух в нем постоянно наполнен воплями мучеников и болезненными предсмертными хрипами душ. Именно для этого они использовали туннели. Для них это был портал в какой-то языческий ад. Записи полны безумных историй о кровавых оргиях, жестоких духах и ужасных вещах, которыми мужчины и женщины предавались при исполнении ритуалов поклонения тьме. В них подробно описывается некое вещество, которое должно даровать достойно нечто похожее на бессмертие во тьме. Сегодня я заступаю в патруль. Нужно выспаться до этого времени. Затем я продолжу на читая. Любопытно у вас, конечно. Так. Крыса, как мимо вас можно пройти, чтобы... Спокойно. Тихо, тихо, тихо. Давайте вот... Давайте все успокоимся. Из этой дыры такой дымок идет. Так, крыса пошла. Ого-го-го-го-го. Пошли крысу есть. А я не буду досмотреть, мне страшно. Би крыс. О, ходит. Ты там попробуй меня унюхать. Сейчас, сходя. Би крыс. Кармяк. Да. Тихо забрал и ушел Называется нашел Крыски возвращаются Ты успокоишься, нет? Ну? Открываем, чуди Это, конечно, зря Пошел гранить бочки Давайте не будем его Провоцировать на всякое Тихо, 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 тихо Фух, ну ты и страшный, конечно У меня нет, я в домике Так, так, так Все Упаковался Так Нет бы ему вот эту штуку открутить Там по-любому записочка Вот что-то интересное О О Я не понял Свет погас Так, недолго Музыка играла Недолго барин танцевал Что там сияет Или это как раз Топливо, которое я видел Нужно просто тихонечко через дверь пройти И он, наверное, не увидит Ну, это, конечно, не точно Что за фотка? Я пока буду смотреть Красивые фотки Парижа Вот Такие прям Семья Мужи такой Понимаете, такая прям Прикольная вещь Патрон для дробовика Ладно, сваливаем Сваливаем же, сваливаем Тихонечко По памяти Сюда Ты же не вылезешь Отсюда Надеюсь, не вылезет Фу Так Тряпочку, конечно, я принес Добыл Одну канистру Потратил две Стандартная Стандартная система Давай Зальем Друг другу руки Мясо Мясо, конечно, интересно Можно его пораскидывать Чтобы крысок Поотвлекать И Опять же Было Коды Как-то вот взял Штуку А там Кода нет Ты же не придешь Ко мне сюда Бутылочки Выбросить Выбросить Так Нет Это только вот эти Все мерцают Хорошо У меня план Включить Свет И дойти До арсенала Там вроде оставалось Несколько Канистр Которые я просто хочу Просто забрать Чтобы они были А потом Например Сходить В тюрьму Где это огонь Тут я что-то Канистрочку Уже забрал Наверное Хоть как-то себе Чуть-чуть Помочь Потому что Без света Становится Слишком Слишком страшно Слишком Крипово Максимально По-моему С этой стороны Да Ну Брата Хватай А тут что Сияет Бутылка Фотография О Плоскорезом Резать Цепочки Это конечно Это конечно Классно Придумано Теперь уходим Две канистрочки Я нашел Можно и уходить Точно ничего нет Ты Знаешь Не пугай меня А то Я с каждой минуты Становлю все более Дерганым Когда-нибудь Этого мужика Похитят У меня на глазах И я тоже Офигею Давай Заливай Ну Сразу На двадцатку Икс 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 И это тоже Икс Ух Богато Ладно Мясо На явных Крыс Двадцать минут Идем в тюрьму Тюрьма у нас По коридору Направо Угу Главное Не паниковать Относиться Ко всему Осторожно Велика Тут тоже Будет Карта За кирпичом А без Карты Сложновато Ладно Ты что И эту дверь Не хочешь открывать Не хочет Хоть что-нибудь Ты мне откроешь О Тут Военнопленный Сидит Блин Мужик А вот И кирпич Но если Я начну Тут Крушить Хеллоу И у него там щипчики По немецки не говорю Мужик Прости Наверняка А ты хочешь Типа Заберите Меня Отсюда Ого Мужик Не шуми Пожалуйста Двери куча О Давайте я залезу И посижу здесь Хотя нет Вроде все хорошо Пока что Так топливо Топливо я возьму Миллион бутылок Ладно Миллион бутылок Брать не буду А вот Кирпичик Мужик Кажется Сам за себя Ты счет Заползать Не хочешь Мужик Лучше молчи Поверь Как мне еще Этим же кирпичом Открыть Ту дверь К карте Я бы не отказался Открыть ее Ты успокоилась Я не знаю Мужик Мужик Определенно Успокоился Хотя бы Его там Вроде не съели Отлично Говорит Значит все Все живо Мужик Да не ори ты Так что пишут Запомните Если понадобится Снять решетку Возьмите Специальный ключ У бригадира Стаффорда В ремонтном цеху Спасибо И пока вы там Спросите у него Зачем они поставили Те проклятые Специальные винты На всех решетках Это крайне неразумно Буарон Рядовой Отлично То есть сюда Можно попасть Только если У тебя будут Мега винты Что тут Граната Аптечка Мясо Куча мяса Так тут Как я понимаю Граната Заряжена А тут А тут Тут как бы Ничего Просто Приятное Место Для посиделок И тут Тоже Граната Ходите Прятаться Здесь То еще Удовольствие Ладно Мужик Спасибо Да Я ухожу Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле Нахер Нахер ты же не придешь сюда ты же не придешь сюда да фиг знает он может и придет мой любимый столик разломает фух ну мы узнали что карту тюрьмы мне не открыть как бы это была плохая идея зато у меня граната есть успокоился ну что может быть потратить еще одну топливную канистру то у них слишком дофига давайте мне тут надо ух часто как гульнем ну что ж в тюрьму нужно сюда нужно сюда нужно за болтами а сюда нужно за щипцами все понятно проблема что наверно мне нужен противогаз там была граната я боюсь я ее задену когда пойду куда там идти то идти по вот этому милому коридору раз 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 и сюда куда-то ладно набрал вещи уже некуда класть вот она растяжка а вот они крысы как там у нас как там у нас как там у нас тихонечко все же хорошо уже там не ходит не буянит я пока записки почитаю где наше вино от фурня грибодиру Стаффорду это наш четвертый официальный запрос на пополнение запаса вина содержимое погреба уже на исходе я опасаюсь реакции со стороны солдат и моих коллег-офицеров если нам все таки придется ужесточить нормы потребления я и так слышу жалобы каждый день эта армия держится на моральном духе а моральный дух всецело зависит от наличия вина в моем первоначальном запросе фигурировало 10 ящиков пока что мы получили только 2 займись этим тут как бы и болты и цепи резать все что ты хочешь себе вообразить дым там понимаешь вот он там что-то хочет не понимаю чего так ну ты успокоился вроде успокоился крыса ты убегаешь потому что тебя там буянит или вы просто откурсируете как будто метод наполнения крыс пойду-ка я наполню канистричку что тут так темно а то слишком страшно куда-то идти поэтому я буду просто наполнять бросим гранатка гранатку пожалуй бросим противогаз противогаз полезен но не так сильно как куски мяса которые наверняка там валялись чтобы вот ты мог это мясо таскать и этим крысам кидать но у меня только один кусок у меня есть еще один кусок чтобы отпугивать крыс потому что если меня там в одну сторону я пройду а как обратно вернусь крысами меня сошут ладно соберись соберись Андрей у тебя есть все что нужно бочку дотолкай и взорви этих крыс давай на тройку кушать идите вот ты серьезно крысы вот вы серьезно как мне вот жить с такими крысами гранаты взорвать тоже не особо помогает потому что они вернутся зажигалки у меня нет чтобы факел поджигать как человеком топливом там сжечь ну ладно граната это граната или сходить сходить за мясом так ладно тогда тюрьма значит тюрьма пойду мясо возьму ох уж эти приятные звуки когда мое топливо кончится как бы кончусь я так тихо не кричи мужик достаточно что этот кричит пошел пошел там облизывать все что-то он там явно сломал хорошо что я там не прячусь так ты успокоился тряпочку так карту что он здесь сломал шум и цены тут есть еще кроме карты ну цепура ты ж не выбрался там отлично пока человек говорит я верю что я могу двигаться где тут мясо-то я помню где-то было но даже вспоминать неохота вот оно ты смотри что тут оказывается было патрончики заминированные наверное там ничего нет мужик я бы рад тебе помочь но это скорее всего открывается оттуда и ты понимаешь ты настолько разговорчиво что мужик бы съел тебя давно будь его воля так кирпичика больше нет да кирпичика больше нет вот там наверняка там какие-нибудь открытия клеток они скрипучие открываться будут мух чтобы прям скрип на всю тюрьму так мясо я получил топливо получил запасы всем чем можно даже карту открыл так он эту дверь он эту дверь здесь снял было же хорошо мужик нормально же общались что-то у нас записка патроны левого вера гранаты всякие что им тут еще есть ткани зажигалка вот герауд мне нужен герауд гаечный ключ стаффорд патроны для дробовика зажигалка герауд и стаффорд ладно уйду отсюда отойду до дома а там уже разберемся возможно мне нужно где-то поискать этого герара топливо взял понимаешь где ты взял топливо-то явно не здесь лей-лей записки фотографии есть тут место гурарда этого нет гурарда я не чувствую здесь хотя там это фамилия тут иногда имена нарисованы так у меня есть два куска мяса граната что может пойти не так противогаз вместо тысячи слов один кусок мяса потому что наверняка там как там кровавый след если я буду поранен а крысы ранят и все привет хотел бы вот просто взорвать эти крысы но они новые набегут так устроен этот мир ты же там не хочешь вылезти нет дофиг его пойми эти его рычания крыска убежала крыска прибежала вот даже если там всех крыс перестрелять куда кинуть чтобы они меня потом не захавали мужик ты так вопишь что мне страшно может быть ты прямо там нет 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 на свали от меня убедил на свали еще от меня убедил пакость ишь ты придумал что сидит и не пускает меня я пройду сквозь трупы крысы берегись вообще все равно вообще страх потерял крысы крысы тут передохшие о и так легко карту я попал бригадирская казарма это где я или нет подход канцелярия я в канцелярии да мне нужно всего лишь склад и бригадирскую казарму попасть то тут рядом палка палка огуречек вы заметили как в последнее время изменились крысы с тех пор как мы раскопали эти туннели клянусь крысы стали еще уродливее будто они чем-то обезображены и они определенно стали чертовски злобными скажите что я не схожу с ума голодают крыски просто о патрон патрон это актуалочка так вроде как трех патронов ему будет достаточно так это вот склад на растяжках весь ткань долбанное ничего что тут у нас вылезет и взорвется по-моему работает для меня так гадская крыса ты че тебе нормально даже какое-то достижение получил из разряда все умрут и останусь так фортим фортейн так ну это же безвредная штука мне нужно куда-то сюда так герард о мне нужен герард гранатка мне нужна и записка записка умершему другу говин я обещал тебе христианское погребение но ты должен меня понять крысы лезли без остановки они облепили твое тело их зубы их когти они не останавливались я сделал то что сделали наши предки когда сталкивались с нечистью сжег их и сжег то что осталось от тебя чтобы они не пришли снова если ты попал в рай пожалуйста прости меня я стою здесь в этом аду с этим демоном он скоро вернется за мной я знаю это я собираюсь сделать то что предложил перед смертью добраться до дота пожалуйста если ты там наверху присмотри за мной ух мужик пустая бутылка с тканью у меня место есть ну как бы у меня место есть мужик такой бутылка с тканью зажигать шкафчик шкафчик с хилочкой выглядит очень любопытно так карту то я не особо изучил блин мигает значит это что-то тварь там бродит вполне может быть а я под стол залезу он почти квестовый стол не разломает так вроде устаканилось стало полегче ой куда я иду о тут можно свет включить для кого я покупал весь этот свет пан 3 склад продуктов так миллион крыс растяжка на гранату крысы едят сыр монстра я пойду оттуда я пойду сюда отсыпитесь от меня он там вылезал прям крысы не доводите до греха понимаете я взорву никому хорошо не будет так мне не нравится это дыхание да хватит вам шипеть ну что он пошел на охоту что у меня есть мясо у меня есть интересно от него можно убежать ну по идее можно вот если он сюда зайдет вот так вот прям по жесткому то я прямо фигуи уходи нахер ха-ха-ха-ха лузер а теперь надо уходить отсюда крысы да мне вообще плевать где моя аптечка где моя аптечка вот она моя аптечка давай используйте выпей хлороформу ты еще попробуй за мной сюда залезть все разошлись как море в корабле да вроде я ходил там наслаждался ну крысы так вот по поводу кодов фортейн и жира это интересно это интересно или не пока не зажигать и просто пойти туда по фану нет по фану идти слишком страшно поэтому пойду так икс 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 мне нужно открыть ящички которые я вот рискнул своей жизнью сунул нос в его пасть буквально он уже почувствовал вкус моей плоти ему понравилось чем дальше играю тем становится страшнее так кто из вас жира так я вот вижу фортина вроде как 52 58 так ну это конечно да это и жира в смысле жира а жира 54 91 а жир может быть 91 зажигалка ну наконец таки у меня есть какой-то какой-то метод чтобы бороться с крысами этими могучими сжечь все тела чтобы им нечего было есть только так поступать ух если меня уже так грызут что со мной станет потом то я даже воображать не хочу так теперь у меня палка просто всегда с собой палка кусок мяса бесполезное удерживайте чтобы достать предмет наливаем аптечки аптечки всякие флайеры якобы гранаты есть но по сути обречен обречен на страдания ну думаю если вам понравилось надо в бункер попасть что ли выход наверх слишком страшная комната чтобы там еще что-то пытаться разобраться если вам понравилось то ставьте лайки чем больше лайков тем выше шансы что я выпущу все подряд поэтому или вообще что продолжу потому что после такого надо чуть-чуть передохнуть передохнуть ну что ж я прощаюсь всем спасибо всем пока